Привет-привет! Сейчас хочу рассказать вот о такой неудаче. Сорванный какой-нибудь болтик или гаечка, шпилька. Много проблем сразу. Именно что делать я не скажу. Скажу скорее, что чего делать не надо. Обычно там, сами знаете, высверливают, выковыривают, все это дело. Иногда вот так высверливают отверстие, забивают в него что-нибудь и потом пытаются это уже что-то открутить. Либо керном как-то выбивает. Ну короче, зависит от того, где что сломалось. Это вариаций много. Хотел сказать, что делать не надо. Вот такой набор есть. Экстракторы. Очень классная идея. Сколько эта идея намеров потратила и времени. Смысл вообще гениальный. Просто берется экстрактор. У него левая резьба. Он из твердой стали. В болте, в шпильке. То, что вы сорвали, что надо выкрутить. Делается отверстие. Ну конечно побольше. Это просто так. Это штуцер прокачки тормозов. Просто для образца экстрактор. Уже, как сказал, левая резьба. Вы его закручиваете против часовой стрелки. Тем самым он закручивается. Сам туда заходит и сам себя контрит. И вы просто выкручиваете все вместе. Экстрактор вместе с оставшимися запчастями от болта. Идея очень классная. Гениально все. Просто. Но столько же и проблем, сколько простоты. Вот все экстракторы. Ни один не остался живой. Они там по номерам идут. К примеру, второй, третий, четвертый, пятый. Ну не знаю к диаметру, как это относится. Вот второй сломанный, третий, сломанный. Вчера сломали четвертый. Мата было много. После того как ломается экстрактор, высверливание дальше уже получается невозможным. Потому что в центре этого отверстия сверлить обычно к центру, чтобы остатки резьбы оставить хоть как-то в живых. А в центре получается осколок экстрактора стоит. И вы уже ничем не высверлить его. Как-то выковыривать, выбивать, все это очень-очень сильно там завальцовывается. И маленькая проблема невыкрученного болта превращается в огромную проблему сломанные детали. Потому что, скорее всего, вы все это угробите. Я выходил из ситуации, куча сверл, прям сразу их затачивал. Сверл сейчас тоже говно. Можно сразу пачками покупать. Вот так вот. Вот здесь, допустим, экстрактор внутри сломался. Высверлил вот так по кругу все. И потом пытался вынуть этот экстрактор. В общем, приключений. Процессы сверливания, можно сказать, ну, максимум час может длиться. Но с экстрактором он может длиться сутки-двое, и не факт, что будет результат. Поэтому, какой бы ни казалось классной вот эта идея, но воплощение ее крайне нехорошее, неудачное. Металл твердый, он просто колется при приложении нагрузки. А без нагрузки как вы выкрутите? Вот, к примеру, вот этот штуцер прокачки. Он металлический, сидит в алюминиум суппорте, само собой все закисло. Не приложив нагрузки, нельзя его выкрутить. Если бы можно было, то бы он и не сорвался так. Соответственно, вот эти вещи советую вам вообще ни в коем случае не брать, не пользоваться. Три раза подводила. Вчера уже друг экстрактора, который купил себе вот эти экстракторы, сказал, я думал, ты умный, а нафига ты третий раз полез в это приключение, так скажем. Вот, в общем, пробовал и большой экстрактор, и маленький. Ну, большой ломать не стал, это было бы уже совсем пиздец. Ну, приехали. Сломались все вот эти. Кучу приключений уже, повторюсь, нашли себе. В блоке, когда мы крутили, это было неделю приключений. Теперь вот вчера сутки с тормозами приключений, поэтому не покупайте это говно. Даже обходите стороной. Ни при каких условиях оно не поможет вам выкрутить сломанные гайки, шпильки там. Просто забудьте про них. Может быть, если бы какой-то был космический металл вот этих экстракторов, не склонный, ну, не хрупкий, так скажем, но твердый, все бы удалось. Но металл обычный, китайский, хрупкий. И ничего не работает. Я попросил вот этот комплектик, чтобы сжечь его, но не дал он мне его почему-то. Так просто так вот и вернем. Все. В общем, на этом закончим. Надеюсь, если спас я вас от этой беды, время потрачено не зря. До свидания, пока.